Привет всем! Сегодня в гостях... Смотрите, какой благообразный мужчина. Мы с ним знакомы на самом деле много лет по профессиональной деятельности. Я работал журналистом, он работал фотографом, и вот сюда, в это здание он прошел, не поверите, по удостоверению Эрмитажа. Юрий Молотковец, человек, у которого плечи нужны для того, чтобы из них руки росли, и этими руками он делает совершенно потрясающие фотографии, ну, помимо всего прочего, о чем мы сейчас поговорим. Но для меня, как человека, который 8 лет возглавлял отдел СММ в крупном интернет-агентстве, он еще знаковая персона, потому что он ведет Инстаграм Эрмитажа. Вот этот человек. И, что самое главное, это именно он фотографирует Эрмитажных котиков. Вот обо всем об этом мы и поговорим. Я начну с такого, знаешь ли, неожиданного прямо так вопроса. Как бы ты вообще описал, кто такой фотограф? Вот своими словами. Ну, давайте порассуждаем, кто такой фотограф. Фотограф сейчас, каждый человек на белом свете. Да, вот я надо было, конечно, уточнить, что фотограф сейчас, например, кем был фотограф 20 лет назад и кем он стал сейчас. Да, можно так. Давай, давай, тогда так. Кем был фотограф, когда мы с тобой работали? Ну, вот когда мы с тобой работали, как раз начиналась вот эта страшная революция, которая закончилась тем, что сейчас все фотографы. Когда мне уже 56 лет и 26, если не больше, или год плюс-минус, я работаю в Эрмитаже, и когда я пришел работать в музей, я уже, конечно, был фотографом, много чего там умел, знал, в тот момент фотография еще, так скажем, была магией, и фотографы, так скажем, ценились, они почитались, они уважались, потому что они делали что-то необычное. Связано ли это, извини, вот с тем, что там еще надо даже руками что-то съездки, в этих ванных, кухнях тёмных. Да, потому что я пришел в музей, когда еще была аналоговая фотография, причем музей наш, как известно, лучший в мире, и понятно, что он самый передовой, и я долгие годы работал в издательском отделе, и, безусловно, издательский отдел был заточен прежде всего под музейную деятельность с точки зрения полиграфии, т.е. мы делали изображения для полиграфии, т.е. высочайшего качества, высочайшего разрешения, т.е. мы снимали их на слайды, не просто на слайды, на форматные слайды, а кто знает, что это такой процесс Е6, это очень такой специфический процесс, который требует очень точных каких-то технических параметров, соблюдения технологий и прочее-прочее. Поэтому, и понятно, что вот это сумасшедший опыт, когда ты каждый день делаешь не один десяток изображений, да еще работаешь с уникальными объектами съемок, это по сути такие, как это, я однажды сравнил это с такой фэшн-индустрией, т.е. ты работаешь со звездами постоянно, то тебя Рембратта принесут, то Ван Гога, поэтому, как сказать, ты, конечно, находишься в каком-то удивительном рабочем состоянии и при этом делаешь огромное количество изображений, которые востребованы. Поэтому вот еще тогда это действительно была магия, а до этого я работал в проектном институте, и расскажу такую очень короткую историю, в проектном институте, и там был какой-то очень такой странный режим с утра, т.е. там люди боялись опаздывать туда, и опаздывать не от того, что их там начальство ругало, а от того, что тетя Маша, по-моему, так звали, или тетя Маня, которая стояла на контроле, она была огромного размера, и ровно в 9 часов она просто выходила из своей будки и вставала, и никто не мог пройти, никто, и она требовала, чтобы они звонили по телефону своему начальнику, и он давал указания ей разрешить пропустить, что она давала этим самым понять, что они опоздали, она их, короче, палила всех интеллигентных людей, это научно-исследовательский институт, и только... Это вот из этой, которой наши люди на будочном такси ездят. Да, и только я, приходя в 9.15, в 9.20, подходил, и тетя Маня так раз сдвигалась, и меня пропускала. По-видимому, это было связано с тем, что она считала, что я волшебник. Ну да, волшебник – это, мне кажется, действительно очень точное название. Хорошо, т.е. потом действительно начался вот этот процесс, я сам его помню, появление вот этих зеркалок. Ну, вначале появились цифровые мыльницы, которые, как сказать, нормальные профессиональные фотографы посчитали, что это все игрушки, детские погремушки, потом появились какие-то камеры уже с какими-то матрицами кропнутыми, потом фулл-матрицы, и вдруг произошла такая печальная революция, что тот, кто не успел пересесть с аналога на цифру, тот оказался за бортом. Это такая всемирная катастрофа, потому что от нее пострадали не только конкретные фотографы, от нее пострадали огромные компании, такие как Кодак, как тот же, не знаю, Акфа, ну, огромное количество компаний просто потерпели колоссальные убытки и до сих пор там лежат на боку или дышат, потому что они не поверили в цифру. Понятно. Тогда плавно я хочу пояснить, почему я про таксисты сказал, просто вот рассказывал как раз Гайдай, что была тоже такая тетя у них там в доме, вот он с нее лепил этот образ, который гениально сыграл это Мордякова. Тогда логично спросить, что же фотограф сейчас, и вообще, я даже не знаю, употребимо ли слово фотограф в современном контексте. Ну, как сказать, да, употребимо, собственно, с точки зрения такой точной схемы ничего не изменилось, потому что, собственно говоря, у нынешнего человека, фотографа, всего два инструмента главных, т.е. там может быть много прибамбасов, но главных два инструмента – свет, фотоаппарат. Свет, как мы помним, был сотворен Богом в первый день творения, Бог ходил в свет от тьмы, увидел, что это хорошо, и понеслась, началась эпоха фотографий. Сейчас материалисты тут напишут, тем у нас не интересно. Мы готовы ответить на все каверзные вопросы. А фотоаппарат, понятно, что у него были разные периоды появления. Вот такой прекрасный великий русский фотограф Александр Секацкий пишет, что, по сути, первая фотография – это любая тень на любой плоскости. И я с этим абсолютно согласен, потому что я, как простой смертный человек, имеющий вкус, гуляя по улице, я могу увидеть, как колышется тень какой-то ветки на стене Петербургского дома, и у меня может перехватить дыхание от этой красоты. И понятно, что я имею дело с искусством, причем я имею дело всего лишь с рисунком, с светотеневым рисунком на стене, но меня это так волнует, что понятно, что это достойное зрелище. И, соответственно, если у меня есть с собой какой-то инструмент, который это может зафиксировать, я могу это зафиксировать и перенести, показать друзьям. Если до какого-то момента таких инструментов не было, поэтому я думаю, что люди просто… Их волновала эта тень ветки, и они хранили это в своём сердце. Но другие люди, которых это волновало, они ещё были как бы с руками, и они что-то такое делали. И появились камеры обскура, появились какие-то примитивные устройства для фиксирования изображения, если мы знаем историю фотографии, и потом шло-шло-шло, потом вдруг в XIX веке, в 1839 году появился способ, когда смогли изображение, получаемое с помощью камеры обскура, зафиксировать, и началась вот эта эпоха фотографий аналоговой, эпоха, когда изображение можно было вынести из одного места и перенести в другое. А до этого это был только теневой рисунок, который можно было или вручную перерисовать, что делали художники разных эпох, или просто увидеть, как аттракцион. И это тоже пользовалось популярностью, огромной причём популярностью. Мы знаем, что были различные такие, на ярмарках устраивали шатры, в которых было отверстие, и туда запускали публику, и эта публика могла смотреть на противоположной стене, такое, по сути, кино как бы. Есть такая же байка у нас про Исаакиевский собор. Знаешь её? Ну-ка. Известная байка, на самом деле, в Питере, что один предприимчивый купец, потому что у нас эти ярмарки проходили в том числе вот на этом месте, где сейчас Александровский сад перед Миронатистом, он уже был пустой раньше, и он верил, что вот показываю миниатюру Исаакиевского собора за пять копеек. Все заходили, он показывал её в щель, вот они смотрели, и поскольку всем было стыдно, признавался, что их обманули, они выходили и говорят, да, вот такая вот модель. Хорошая. Да, такая была байка. Так, всё-таки тогда критерии, вот человек говорит, я фотограф, или он говорит, я хочу стать фотографом, всё-таки тогда критерии тогда современного фотографа, они в чём выражаются? Критерии оценки, что это фотограф? Думаю, что только результаты твоих трудов, только, потому что там, конечно, всякий пиар, акции, это всё, и вообще подача, формирование какого-то образа, имиджи, наверное, это всё важно и всё замечательно, но главное, что ты делаешь, не посты твои, как с точки зрения описания, как ты долго снимал какую-нибудь гусеницу на листе или пчёлку на цветке, а результат, если это снимок, который так просто, потому что каждый человек сейчас, если так по-честному, пролистывает, просматривает, я думаю, что не одну сотню, а лично я там может быть не одну тысячу изображений в день, и, соответственно, на любое изображение у меня есть не просто секунда, а доля секунды, просто они поступают по всем каналам, я их так вижу, вижу, хоп, и остановился. Что-то зацепило. Да, и это и есть критерий, что это гениальное изображение. Уже там неважно, кто его создал, фамилия там, так сказать, ну понятно, что мы там иногда читаем фамилии, но большинство людей не читают эти мелкие эти подписи, кто там автор. А иногда и подписи-то и нет. Да, ну в общем, это всё неважно, важна как бы картинка, и эта картинка, если она прорывает, если она в тебя западает, то всё, этот человек, а, останавливается, восхищается, и тут же делает то, что он начинает рассылать эту картинку своим друзьям, потому что, опять же, это его душевный порыв, он должен поделиться каким-то счастьем, которым вдруг ему повезло, потому что он сделал какое-то открытие, он нашёл какое-то прекрасное изображение, он хочет поделиться. Он делится. Соответственно, если этих людей также поразило, они делятся с другими, и потом к концу дня эта картинка набирает несколько миллионов просмотров. Вот весь критерий. Если ты делаешь такие изображения, то ты фотограф, если ты делаешь изображения, которые смотрит только твоя мама, ты фотограф только для твоей мамы, ну бабушки там ещё, может быть, котик твой тоже так считает, что ты фотограф. Но это даже, может, неплохо, потому что каждый тоже должен фотографировать свою семью, потому что никто за вас это не сделает, это очень важный процесс, но эти фотографии, скорее всего, будут оценены, может быть, следующим поколением, может, через поколение, может быть, когда-то, но они нужны, конечно, потому что иначе мы не будем знать, как выглядели ни бабушка, ни мама, ни последующие поколения. Имеет ли значение, на что сделана эта фотография? Абсолютно не имеет. Сейчас все… фотоаппарат – это инструмент, вот, как я там уже упомянул, камера обскура, потом полноматричная, а сейчас мы все снимаем телефонами, и ценность, безусловно, мобильных телефонов состоит в том, что он всегда с тобой, потому что самая бессмысленная камера – какая бы она ни была дорогая, прекрасная, какого бы качества, какие бы там в ней технологии не были заложены, если она лежит на полке в пыли, она бессмысленна. Если фотоаппарат у тебя в кармане, а мобилы у нас все в карманах, то, значит, у тебя есть шанс сфотографировать что-то и удивить мир. Поэтому любые инструменты годятся, если ты любишь таскать рюкзак, где лежит 10 кг аппарату, это тоже хорошо, т.е. это не противоречит. Ну просто мы же как бы все такие ленивые и бьёмся за комфорт, поэтому вот этот маленький прекрасный инструмент, который лежит у тебя на столе, у меня там в кармане сейчас жужжало – это, безусловно, лучший инструмент, потому что он с нами. И вот я сейчас, идя сюда на студию, я уже сделал несколько фотографий, потому что я первый раз в этом районе, и понятно, что я так ох, 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 как бы там. Скажи, пожалуйста, предваряя разговор про этот инстаграм-аккаунт, в чём специфика съёмки произведений искусства? Причём, я так понимаю, там же всё, опять-таки, они же разные – есть скульптуры, есть картины, есть фрески, есть мозаики и т.д. и т.п. Ну специфик, на самом деле, достаточно, может быть, там много-немного, но нужно понять, что, например, мы берём лучший пример на свете – это Эрмитаж. Эрмитаж обладает уникальной энциклопедической такой всеобъемлющей коллекцией, которая покрывает практически все эпохи, все цивилизации, все жанры, и, соответственно, конечно же, каждый жанр имеет какие-то, когда мы касаемся фотографий, имеет какую-то специфику. Главное – такой посыл, что музейный фотограф должен показать этот предмет во всей красе. Что это значит? Это значит, он должен показать, что за материал, если это речь идёт, прикладное, допустим, если это речь идёт про живопись, он должен точно передать цвета, потому что художник закладывает цвет, он абсолютно чётко понимает, какой цветовой гамме он создаёт это произведение. Если он снимает какие-то ювелирные украшения, фарфор, т.е. естественно, он показывает материал, форму, и всю вот эту красоту этого предмета, которую заложил в неё человек, который это создал – это его такая задача, не то что сверхзадача, а его обязанность фотографа это показать, потому что, во-первых, как мы знаем, музеи показывают 5-7% того, что они хранят. Это все музеи, ну не к сожалению, а это… Ну понятно, все невозможно показать. Музей должен, да, его главная задача – спасти и сохранить, поэтому он хранит, показывает примерно такую часть коллекции, это уже такая чуть ли не международная норма, потому что это ещё экономически обусловлено. Нужны площади, чтобы всё показать. Ну и, в общем, короче, есть какие-то материалы, которые действительно бессмысленно показывать во всём объёме, как, например, коллекцию нумизматики, там просто очень огромное количество повторов и какие-то… Ну, короче, сейчас можно долго на эту тему рассуждать, специфика. Показывая это, естественно, он показывает этот достаточно небольшой процент своей коллекции. Естественно, каждый музей делает временные выставки. И когда вещи из хранения выходят на временные выставки, это, по сути, может быть, их даже единственное появление на свет, к зрителю выход. И потом эта выставка длится месяц, два, три, и потом этот предмет опять уходит в хранение, и о нём остаётся память только в виде фотографий. То есть, он существует в нашей цивилизации в виде изображения, и о нём потом люди судят только по картинке и прочее-прочее. И вот такая честная глубокая задача фотографа – показать этот предмет, чтобы он всегда с помощью этой картинки люди восхищались этим предметом, потому что его нет уже на экспозиции. Он где-то лежит, как правило, в тёмном помещении с правильным климатом, но увидеть его чрезвычайно тяжело. Так что такая главная задача – показать красоту предмет, красоту, гармонию во всех ипостасях – в цвете, в форме, в каких-то материалах, как-то всё сделано. Это очень важно. Насколько это сложно технически сделать? Ну, как сказать, что мне кажется, т.е. понять… просто я должен говорить сейчас своим опытом – это легко, просто потому что я действительно… вот так случилось, что обладая каким-то колоссальным фотографическим опытом, фотографической музейной жизни, я не вижу никаких для себя трудностей, но, наверное, они есть. Когда мы снимаем сервиз, нужно составить композицию, т.е. сейчас я композицию составляю за секунды, когда-то я, наверное, делал это гораздо медленнее, потому что… А потом, как ты, понимаете, работа фотографа, она прекрасна тем, что ты работаешь работу, а работа делает тебя, вот такая работа, такая созидательная, как ты её назвал. Работа тебя обучает. Да. И ты как-то вдруг через какое-то время видишь, что ты красоту и гармонию находишь просто легко, надо композицию сделать, готово. Посмотрел в этот угол – всё, уже можно закомпоновать, снять, т.е. это касается даже не только музейной жизни, а вообще просто выходишь на улицу и видишь везде красоту и гармонию, хотя, в общем-то, мир состоит в состоянии хаоса. Скажи, пожалуйста, как вообще появился этот Инстаграм-аккаунт, с кем тебе приходилось что-то согласовывать, в чём концепция его и т.д., в чём ты видишь его задачу, в общем, вот это вот всё. Ну, ситуация очень простая, что если мы говорим опять про фотографию, возвращаясь глобально, фотография – это такой технический процесс, соответственно, всё зациклено на технике, и понятно, что нынешние фотоаппараты, которые делаются, это какие-то, конечно, космические вещи, я часто говорю о том, что я считаю, что их создают пришельцы, потому что, когда мы приходим в магазин и покупая очередной девайс, нам продавец рассказывает, и мы так вскидываем брови и так понимаем, что это всё нам нужно, и это всё круто. Дальше мы осваиваем две кнопки и остаёмся в режиме таких неандертальцев, хотя у нас в руках волшебные камеры, которые могут создавать что-то такое, не брать. Поэтому технологии развиваются, мы от них позорно отстаём. И когда-то были фотоаппараты, были телеграф, телефон на проводах, что ещё, факс появился, потом вдруг интернет появился, потом появились у всех e-mail, потом все сделали себе сайты, потом вдруг появились социальные сети. Инстаграм – это одна из социальных сетей. Она была создана пришельцами, по-видимому, и эти пришельцы поняли, что… Они очень хорошо разбирались в бизнесе, эти пришельцы. По-видимому, да. Им надо было, по-видимому, платить за электричество за свет на своей планете. А другие пришельцы ещё вовремя это поняли и купили у этих пришельцев Инстаграм. Возможно, что это всё так. И смысл в том, что они поняли, что часть землян хотят общаться с помощью картинки. Просто потому, что изображение – это отчасти фотография – это такой новый универсальный язык. С помощью картинки можно сообщить огромное количество каких-то очень сложных и простых вещей друг другу. Соответственно, они сделали эту сеть, и она стала работать, и, соответственно, я как фотограф Эрмитажа, который понимает, что музей тоже – это прежде всего смотреть. Потому что в музей, когда приходит человек, он должен реально смотреть, потому что он должен воспитывать свои глаза, не зная для чего, воспитывать красотой и гармонии. Собственно, музей – это огромное сосредоточение таких прекрасных вещей. И когда ты ходишь по музею, есть разные мнения, что происходит с тобой, но точно ты воспитываешь свои глаза, ты их приучаешь к красоте и гармонии, и, скорее всего, посещение музея не зачитывается, как это не идёт, в срок жизни. Время, проведённое в музее, за это время ты не стареешь. Т.е. ты попадаешь в вечность. Да. Это очень крутая метафора, я их запомню. Поэтому я думаю, что ситуация такая, что когда появился Инстаграм, просто я первым делом завёл себе аккаунт, я понял, что это действительно прекрасный инструмент, чтобы общаться и именно показывать красоту и гармонию, которая существует в нашем мире, её очень много, ей надо делиться, и, соответственно, я предложил… В тот момент я уже занимался уже в музее таким направлением, и сейчас я им занимаюсь как такой ноу-хау Эрмитажа – музейная арт-фотография, т.е. это направление осмысления процессов, любых процессов, которые происходят в музее, с помощью художественной фотографии, потому что это немножко отличается от музейной фотографии, про которую только что мы беседовали, где специфика показать красоту и вещи, а ещё можно смотреть на музей, как некий… искать какие-то процессы или что-то со своим, может быть, каким-то авторским взглядом, да? Это уже как документалистика и какой-то художественный фильм. Да, это может быть, да, по сути, да. И, соответственно, как Михаил Борисович, так как бы и… Михаил Борисович Петровский, да, на это предложение откликнулся и как-то, мне кажется, естественно, может быть, ему, естественно, поручил это дело мне. И, соответственно, появился Эрмитажный Инстаграм, я его веду, и уже получается, наверное, 4-й или 5-й год, это сейчас мне сложно сообразить, и я его веду, как это, искренне, честно и каждый день, у нас нет ни выходных, ни праздничных, никаких дней, потому что я считаю, что люди должны получать красоту и гармонию ежедневно несколько порций. Ну, дальше там какая-либо специфика могу рассказывать дальше. Ну, всё-таки, да, хотелось бы, может быть, не углубляюсь, но хотя бы всё-таки ты его ведёшь, но ведь Эрмитаж, он разный и так далее, но вот как ты для себя концепцию-то выстроил? Вот, рассказываем тогда про концепцию. Соответственно, гигантский музей, огромное количество экспонатов, огромное количество выставок, огромное количество публикаций на бумаге, огромное количество событий, связанных не только с выставками, а какие-то конференции, огромное количество каких-то реставрационных процессов и всего-всего, т.е. это всё охватить никакой аккаунт не может. Соответственно, и при этом мы должны точно понимать, что эта история затеяна для людей, которые умеют, понимают, чувствуют, любят изображения. Соответственно, главное – это чтобы максимальная задача, чтобы картинка, которая вываливается в инстаграм, чтобы она была прекрасна. И дальше это может быть произведение искусства, это может быть фрагмент произведения искусства живописного, это может быть потолки, это могут быть полы музея, которые тоже прекрасны, это какие-то стены, есть такая рубрика как «Солнце в музее», которые пользуются просто неимоверной популярностью, и уже многие музеи прям так пишут «Солнце в музее», в подражании на Этермитажу, и это тоже очень важно, потому что понятно, что вот этот… тут можно чуть-чуть подробнее остановиться, что ситуация такая, что само солнце и искусство, они так немножко друг другу как бы не любят, потому что солнце разрушает искусство, оно вредно для каких-то произведений и всё такое прочее, но при этом, конечно же, оно создаёт какие-то неимоверные визуальные ситуации, какие-то настолько красивые, настолько прекрасные, что ими надо делиться, поэтому когда я вижу, что солнце заглянуло в Эрмитаж и что-то такое чуть-чуть просветило, то, конечно, я это вижу, я это фотографирую, выкладываю, и это пользуется огромной популярностью. Потом так вдруг возникла тема «Дети в музее», потому что, как ни странно, по крайней мере, я буду говорить про наше общество, потому что в основном битвы разгораются на русском языке, что как только я публикую какую-нибудь фотографию с таким, условно говоря, с хэштегом «Дети в музее», там же начинает дискуссия, что детей в музей возить не надо, что они шумные, что они дебилы, ничего не понимают, и тут же начинается противоположное мнение, а когда их водить, а вот сейчас не поведешь, и все потом будет, для музея это будет неприемлемо, и прочее, прочее. В общем, всегда эти фотографии с детьми вызывают бурные споры, и такие реально бурные споры, и это тоже хорошо. Это же прекрасно. Да, это хорошо, что люди спорят, и друг друга убеждают, и в общем. И для аккаунта это прекрасно. Да, наверное. Но понятно, что для меня это все однозначно, я считаю, что, конечно же, дети должны ходить в музей, и их надо брать в музей, и чем раньше, тем лучше, а еще лучше беременным ходить в музей, потому что я думаю, что это все потом как-то отольется… Считывается. Да, все это считывается, отольется в вашем прекрасном ребеночке, который появится на свет, поэтому… Ну, вот такая есть тема. Есть тема, действительно, вот я уже упоминал фрагменты, потому что они действительно вызывают тоже всегда интерес, иногда я их даже не подписываю никак, потому что мне очень нравится, когда я выкладываю какой-нибудь фрагмент, не знаю, там какого-нибудь зала, потолков, убранства, там еще, или картины, и тут же кто-то пишет как бы, кто это, что это, и я думаю, что это доставляет удовольствие всем людям, которые разбираются в искусстве, как бы обозначить топографию этого места и прочее, прочее. Я сам так, кстати, очень люблю смотреть на Петербург, я вижу какую-нибудь картинку, и так сразу, ага, это там на Васильевском, ага, это… То есть мне тоже нравится как-то такое краеведение, так скажем, оно может быть там на уровне Петербурга, может быть, естественно, оно может быть на уровне Эрмитажа. Важно еще сказать, конечно же, что просто есть информационные посты, потому что огромное количество событий происходит, и, конечно же, эти посты действительно тоже должны сопровождать какие-то высокохудожественные изображения, потому что уже мной замечено, любая формальная картинка не набирает то количество просмотров, которое набирает картинка, в которой я вижу художественную составляющую. И это всегда для меня является подтверждением, что Инстаграм создан для людей, которые любят, ценят художественные изображения. Скажи, пожалуйста, я понимаю, что сейчас многие в курсе, и из каждого утюга это в свое время было рассказано и везде напечатано, но, тем не менее, хотелось бы это из первоисточника услышать. Что такое Эрмитажные котики? Где они там живут? Как часто они играют в боулинг и ходят на свидания и так далее? Да. Понимаю. Ты считаешь, что я первоисточник. Ну, ты, по крайней мере, ты и в них тоже видишь прекрасно, и ты их тоже фотографируешь. Да, это правда. История котиков, она такая прямо с Лонграс... Ой, извини, пожалуйста, вот давно хотел узнать, может быть, ты в курсе. Есть такая тема, что после как раз в конце блокады привезли кошек из разных городов. Да. Это правда? Ну, да. Я слышал это из разных уст. Опять же, я это слышал также, что это такой исторический факт, что привезли из Казани и еще откуда, по-моему, что Тури из Сибири. Вот что-то сейчас я... Ну, вот разные города претендуют на Турое, просто в них было... Нет, из Казани у нас котики изначально при Екатерине появились, а вот, по-моему, из Сибири все-таки привезли котиков, потому что город задыхался от грызунов. Да, я скажу, просто всех сожрали – собак, кошек, всех остальных. Да, да. Ситуация с эрмитажными котиками очень красивая и прекрасная, потому что у нее есть такая очень красивая легенда прямо от основания музея, и она связана, опять же, с безопасностью музея, потому что вдруг обнаружили грызунов, которые там начали хрумкать книги и картины, выписали котов из Казани, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, как лучших таких каких-то кладезных котов, которые лучшие крысоловы. Они приехали и быстро навели порядок. Это ты, думаю, про какое время говорил? Екатерина. Екатерина. А дальше ситуация такая, что сейчас, на сегодняшний момент, в Эрмитаже проживает примерно 70 плюс-минус котиков, которые просто своим существованием на нулевом уровне, т.е. в подвалах Эрмитажа, они создают полностью ситуацию, что там не могут появиться грызуны, и их там нет. Соответственно, котики живут там своей красивой жизнью, у них за ними закреплено как минимум точно два сотрудника, которые обеспечивают… Какая-то офигительная профессия – пасти эрмитажных котиков. Да, и они обеспечивают, их следят за чистотой, за питанием, за… У нас есть такая прекрасная Аня Кондратьева из «Республика кошек». Аня Кондратьева – это ветеринар высшей квалификации, которая следит, надзирает за здоровьем, всё время делает прививки и прочее, чтобы котики не болели. И там, в общем, у нас каждый год есть такое в декабре общее собрание музея, на котором Михаил Борисович весь коллектив собирается. Михаил Борисович делает доклад о том, как прошёл год. Начинается с того, что мы вспоминаем сотрудников, которые ушли в этом году, потом, что мы сделали, какие выставки, сколько там чего, сколько заработали. В общем, такой подробный доклад, и мы понимаем, что сделано за год. Потому что каждый человек, который работает в музее, иногда не представляет весь какой-то гигантский, просто фантастический объём работы, которую мы делаем для нашей Родины и для мира в целом. И в конце этого доклада, к чему это всё рассказываю, Мария Борисовна Халтунина, как раз референт Михаила Борисовича, делает доклад про котиков Эрмитара. Потому что она курирует эту тему, и она как раз рассказывает о том, что на котиков было потрачено столько-то денег на кормление, на медицину, на лечение зубов. А потом ещё даже такой есть пункт на кремацию, потому что котики всё-таки умирают. В общем, у нас полный цикл жизни котиков в Эрмитаже, и провожаем мы их тоже достойно. Поэтому их живёт плюс-минус 70 штук, и живут они, в принципе, прекрасной, насыщенной жизнью. И они гуляют в хорошую погоду, они гуляют по дворам, и, конечно же, ни в каких залах они не появляются, им туда доступ запрещён. Вот эти фотографии, это постановка. А сейчас мы к ним подойдём, да. И, собственно говоря, там даже у нас все двери, которые существуют на нулевом уровне, они все специально с такими лючками, через которые коты могут мигрировать по всему пространству музейного комплекса, по всем подвалам. У нас проводится такой замечательный праздник, день Эрмитажного кота, который теперь традиционно уже в мае, скоро, по-моему, он будет. Когда он идёт в два дня, в Большом дворе, из него дворца, там проходят выставки, в подвале проходят выставки, во дворе дети раскрашивают таких фанерных котиков гигантских, по музее бегают толпы детей, квест у них кошачий на кошачью тему, и выставки, микровыставки, посвящённые котикам, и в музее есть музейных объектов, а в подвалах рисунки, детские рисунки из разных художественных школ в городе. В общем, короче, это всё фантастическая, красивая история, и, собственно, котики – это такие реальные медийные персонажи, про которых снято огромное количество всяких сюжетов киношных, телевизионных, сделаны радиопередачи, про них бесконечное количество статей по всему миру в различных печатных СМИ, естественно, во всех электронных СМИ, нет такого, наверное, СМИ, который не написал про котиков, короче, только Михаил Борисович Петровский ещё в рейтинге опережает котиков по упомянутости в СМИ, в смысле, не я так думаю, а так знаю, а дальше котики прям топчутся на втором месте. Ну вот такая жизнь, серия, которую ты упоминал, котики… Я просто пояснил, знаешь, что мы сделаем? Ты мне какие-то фотографии пришлёшь, я монтажникам отдам, мы их подставим здесь, по ходу, пьесы. Просто Юрий сделал замечательную вообще серию про котиков, и они там как раз в залах, и многие, не что же сумняши, подумали, что эти котики там спокойно, когда понедельник уже, или какое выходное, что они там выходят и гуляют по всему терминтажу. Ну вот эта серия знаменитая, она… Календарь же был ещё. Да, да. Собственно, посылом-то и был календарь, что мы решили сделать календарь, и эта идея принадлежит Марии Борисовичу Михайловичу. Она сказала, что «Юра, давай снимем наших котиков в парадных залах». Я сказал, гениально. И, короче, мы выбрали 12 локаций, и понятно, мне, как музейному фотографу нужно было показать прежде всего вот это прекрасное пространство музея – это раз, и, соответственно, оно должно было быть в кадре показано в самом лучшем виде, и в этом пространстве должен находиться котик, соответственно, и котик должен находиться, естественно, с нужным выражением лица, соответствующим этому масштабу, и всё это снималось ещё так с точки зрения другого котика. То есть ты ловил нужные эмоции. Да, мы с котиком общались долго, упорно, и они показали такой высший класс актёрского мастерства, и, в общем, всё это вначале всё буксовало, если честно, потому что… Самое же сложное – снимать детей, живут. Да, для них это был, конечно, всё-таки небольшой стресс, потому что, действительно, это не их среда обитания. Они, естественно, немножко… Такие были в шоке от этой красоты. Многие видели впервые, но если 40 минут гладить котика и говорить, что он справится, то он справится, и, в общем, это произошло. И теперь каждый год компания печатает календарь с этими котиками, потому что это какой-то бестселлер, по-видимому, как бизнес-проект, потому что люди же делятся на две части – одни любят Эрмитаж, другие – котиков, а здесь всё в одном календаре. Ну, я не хочу тебя расстраивать, люди делают, согласно исследования интернета, есть ещё третья категория, которая любит сиськи. Ну, я думаю, что сегодня мы не будем эту тему обсуждать, потому что это отдельная тема, как сказать. Это тема для отдельного сюжета. Ну вот, и, соответственно, вот этот календарь каждый год издаётся с разной обложкой, содержание примерно одно и то же, но он мгновенно расходится, потому что все с удовольствием покупают. Мне рассказывали продавцы одного из Эрмитажных киосков, говорят, что Алексей Миллер купил своей жене котика… Я художник. …Газпром. Газпром. А, Газпром. Нет, этот Кирилл. Да, этот Кирилл. Видишь, у меня сразу про искусство, я про «Газпром» думаю в последней очереди. А я всё время думаю про цены на нефть и газ, потому что я считаю, что они очень связаны со искусством. Ну вот, в общем, короче, и плюс эти фотографии, конечно, разлетелись по всему миру, потому что когда мы только… Это уже, получается, может быть, 3 года назад мы их сняли, если не 4 года назад. Они как-то так вдруг взволновали всю мировую общественность, что все сделали публикации с этими фотографиями по всему миру, и потом мне только присылали эти статьи в разных журналах, в разных изданиях, и когда эти издания… Ну, понятно, сейчас все издания имеют свою цифровую версию, ты там всегда видишь ответную реакцию, и всегда эти публикации с неимоверным количеством таких положительных лайков, что, короче, котики пробивают любое сердце любого человека в любой точке планеты. Ну, и, может быть, даже уже они стали таким межгалактическим брендом. И скоро появятся социальности для котиков. Ну, нет, просто я думал, что там, как у нас бренды, «Эрмитаж», «Русский балет», там, «Мариинский театр», и «Котики», да. Котики «Эрмитажные». Слушай, а откуда они, к сожалению, некоторые уходят в мир иной, а из каких ресурсов пополняются? Петербуржцы, узнав про то, что в «Эрмитаже» есть котики прекрасные, иногда, когда вдруг по каким-то причинам они хотят расстаться со своим котиком, раньше они их кидали с дворцового моста в Ниву, привязывая грузики. Сейчас они просто перебрасывают этих котиков через решетку дворца, зная, что о них позаботятся. Ну, это я так немножко шучу, но подкидывают котиков. У нас, упомянутая уже Аня Кондратьева с «Республика кошек» делает очень хорошую вещь, потому что когда количество котиков становится большим, она изымает часть котиков в «Республику кошек» и раздает их в семьи уже с сертификатом дворцового кота, с такой очень серьезным документом, и огромное количество петербуржцев берет в семьи вот этих прекрасных котиков, которые потом продолжают жизнь уже где-то в частных домах. Так что эта история очень красивая, она красивая со всех сторон, потому что действительно при этом надо дать должность, что котики действительно такие хранители, служители Эрмитажа, просто, как сказать, это сильно красивая и честная история. Ну, она честная, потому что я жил 4 года на Маховой во Фригеле, где не было подвала, т.е. там пол скрывается, там земля, и вот там эти крысы, и только котики, ничего не спасало, только котики, только они работают. Расскажи, пожалуйста, про твои взаимоотношения с барахолками. Ты постоянно фотографируешь, я тебе искренне завидую, потому что я на самом деле в свое время тоже на этих барахолках бывал, потом у меня просто перестало получаться. Вот мы когда новую квартиру делали, мы специально туда впендюрили несколько раздолбанных старых шкафов, потому что иначе никак. Как часто ты их посетил? Я так понимаю, что ты там, наверное, уже просто свой человек. Ну да, не без этого. История очень простая, что, опять же, как фотограф меня когда-то еще в 90-е годы заинтересовал такой простой сюжет. В городе было несколько таких барахолок. Извини, это же, кстати, расцвет барахолок на 90-е годы, когда было плохо, и они были вообще везде. Да, появилась свобода и стало плохо, поэтому часть людей вышла на улицы и продавали какие-то вещи, продавали как? Просто раскладывая на земле, на газете какие-то штуки. И такие барахолки были на пешеходной линии Васильевска, вот это 6-я между большим и средним. Небольшая барахолочка была около Владимирского собора. Достаточно большая была у Носиной площади на улице Ефимова, и на удаление это был Юнона, и про Удельную я там позже появился уже, и вот первый проект, который назывался «Русский альбом», я как раз снял на вот этих барахолках. А меня что взволновало в первой истории, что я, когда ходил и смотрел на эти натюрморты, то я обнаружил такую историю, что… Нет, давай так, ты смотрел на эти раскладки, которые для тебя были натюрмортами. Да, да, я смотрел на эти… Потому что другие люди ходили, натюрмортов там не видели. Да, согласен, да. И, в общем, я вдруг обнаружил, что когда я смотрю на эти натюрморты, я начинаю… вижу там какие-то истории, потому что когда в одной плоскости выложены совершенно разные предметы из разных эпох, из разных каких-то тем, как бы, да, ты всё равно находишь между ними связь, и возникают достаточно сложные какие-то интересные истории. Я стал эти натюрморты фотографировать. Первый проект назывался «Русский альбом», вот он был про тему русской… вот эти такие открытки с репродукциями русской живописи, шедевров, которые в Советском Союзе создавали просто там многомиллионные тиражами, и понятно, что всех эти открытки были, их собирали, и вдруг обнаружилось, что сам сюжет открытки с окружающим предметом создаёт какую-то драматургию. Я сделал эту выставку, она была прекрасна, скаталась в Петербурге и в разные страны, а потом я уже… следующий проект я сделал на Удельной, снимал его несколько лет, этот проект назывался «Детский альбом», и там как бы в этих натюрмортах задействована тема детства, и там детские какие-то вещи, предметы, и предметы взрослого мира, и в них происходит или конфликт, или какая-то тоже своя драматургия, и это меня всё очень интересовало, я это снимал несколько лет фотоаппаратами ещё, и складывал всё в папочки, а потом в какой-то момент подумал, хватит материала, всё это собрал, посмотрел, сделал какую-то выборку и представил публике в виде книги и выставки. А сейчас я хожу на Удельную и снимаю сразу несколько тем, уже снимаю мобильным телефоном. Ну и понятно, что поскольку есть прекрасный Инстаграм, инструмент, то я это выкладываю каждый поход, какие-то делаю публикации в Инстаграме, но когда-то это тоже чем-то закончится то ли выставкой, то ли каким-то арт-изданием, потому что я считаю, что мы фотографы периодически должны делать какие-то книги на бумаге, что-то делать на бумаге. Поэтому это бесконечный проект, который как-то движется, потом какая-то будет остановка, потом, я не знаю, может продолжится, потому что у меня есть ещё планы снимать людей, потому что я понимаю, как их снимать, что с ними сделать. Ну и, естественно, вот эти частые походы делают тебя уже персоной такой, как это, желанной – все здороваются, какие-то есть знакомые, какие-то друзья, я. Поскольку я ещё покупаю всякое ненужное мне барахло, то, соответственно... И потом спрашиваешь в Фейсбуке, что это такое. Да, получаю скидки какие-то, в общем, какой-то процесс такой приятный. И даже сейчас я вожу туда экскурсии уже, и помогаю людям найти красоту и гармонию и на барахолке. Примерно так это выглядит. Слушай, какой я прекрасный и позитивный человек. В конце я понимаю, что, может быть, сейчас сразу не вспомнится, во каждой профессиональной среде всегда есть огромное количество историй, которые ты за рюмкой чая рассказываешь людям. Что-то может тебе сейчас в голову прийти из того, что за твою многолетнюю практику происходило? Не обязательно, может быть, из двухэтажной практики, может быть, из частной, из коммерческой, из какой-то. Какие-то вот такие темы, которые вызывают определённые позитивные эмоции у слушателя? Ну, первое, приходит в голову, что из музейной жизни ситуация такая, что это ещё какие-то лет 15 назад, значит, мы снимаем в Эрмитаже что-то для альбомов. Там есть разная специфика съёмки, т.е. часть произведения тебе приносят в студию, и ты там снимаешь, а часть надо снимать на экспозиции, потому что они или большие, как бы, или там трудно для передвижения, ещё что-то какие-то, своя специфика. И когда ты выезжаешь с большим количеством оборудования, потому что, а когда ты снимаешь это на слайд на форматом 4 на 5 дюйма, т.е. это примерно 10 на 15 сантиметров, то понятно, что свет, штатив, большая камера, в общем, кассеты, в общем, это такое целое хозяйство. Ты всё это привозишь, и бывает такое, что ты работаешь во время открытой, когда музей открыт, потому что так надо, да, потому что срочно нужно снять, а по дельник, например, только там, ещё не скоро, то как только ты ставишь камеру и направляешься на какой-то объект искусства, все, кто проходит мимо, достают свои фотоаппараты и начинают этот объект неимоверно фотографировать, потому что почему-то вот такое, так сказать, создаётся ощущение, что это самое главное в Эрмитаже. Раз такой чел станет с таким количеством оборудования, и, в общем, всё он это… в общем, это всегда, и это даже так как-то можно было… если бы была у меня параллельная кто-то ещё в команде, мог бы снять такой параллельный проект, что стоит один фотограф с такой камерой, а сзади там туча, туча людей, которые всё это снимают… Статная инстинкция. Тут как целая такая пресс-конференция. Совсем недавно мы с друзьями ходили, такая у нас была спешл-экскурсия, смотрели мы Пызырык – это такое уникальное, особенное собрание в Эрмитаже, это прежде всего собрание органики, это второе тысячелетие до нашей эры. Сейчас мне даже становится стыдно, потому что я в цифрах иногда гуляю. Это на Алтае захоронение, и благодаря вечной мерзлоте оно было сохранено, и, соответственно, там есть и одежда, конская упряжь, даже трупы лошадей, и там есть мумия вождя. И с этим вождём у меня есть личная история. Причём его зовут Андрюша, потому что его так прозвали смотрители, которые сидели в этом хранении, не хранении, в этой экспозиции, там, где представлен сокровище Пызырыка. И вот как-то они его так прозвали, и как-то я помню, что это было совсем на заре моей работы в музее, мы приходим туда с Володей Теребениным, с фотографом старшего поколения таким прекрасным, приходим вот с этим оборудованием, а Андрюша лежит в таком стеклянном гробике, и понятно, что его надо оттуда достать, мы расстилаем фон, и приходит, я не помню, смотритель или ассистент, но кто-то такой пожилой, и я так понимаю, что фон мы растерили, гробик открыли, и я так смотрю, а кто же будет Андрюшу из гробика голосовать и класть на фон. Смотрю на хранителя, он такой не уверен я в нём, смотрю на Володю Теребениным, а он такой импульсивный, я думаю, тоже, наверное, ему не надо доверять. Ну и понимаю, что это я должен его взять, и вот я так его аккуратненько взял на ручки, перенёс, положил на фон, мы его сфотографировали, и обратно. И он очень лёгкий, удивительный, какое-то ощущение очень странное, и на самом деле это даже история, может быть, про то, что тебе как фотографу такое ещё выпадает в жизни счастье, что ты можешь прикоснуться к этим предметам, потому что я в руках держал работу Ван Гога, я держал Ван Гога, и работа Леонардо, это какой-то вообще… Давайте я потрогаю человека, который держал Ван Гога. Так что это вообще какой-то неимоверный жизненный опыт, и именно фотограф, потому что не каждый хранитель может потрогать работы из другого хранения, а фотограф, через его руки проходит огромное количество таких уникальных вещей, поэтому такая история очень… Опять же, благодарен я этой профессии. Да. Ну, Юра, большое спасибо за то, что пришёл, за то, что… Я думаю, это была только первая серия. Нет, на самом деле посмотрим по реакции, конечно. Мы можем… Ну, вы же понимаете, что на эту тему можно говорить бесконечно. Истории огромное количество, секретов огромное количество. Мало того, что Эрмитаж – это бесконечная история. Я просто знаю даже по своему опыту людей, которые даже не догадываются, что Эрмитаж – это не только Леонардо да Винчи, Рембрандт и прочее, а что там, например, есть экспонаты, связанные с Петром Первым. Огромное количество. Они даже не в курсе, хотя они вот здесь за углом, фактически. Я уж молчу про всякие пузырыки и прочее, мне тоже к стыду своему не помню, потому что никогда там не был. Точнее, я был один раз и забыл моментально. Там сидит какой-то ковёр персидский. Да, неимоверный ковёр. Там есть разные версии, где он изготовлен, но это что-то фантастическое. Во-первых, по формату. И вот мне как раз Преподжа на курсах интуриста, она сказала, что один раз её один интурист попросил туда её сводить, и она сказала, «Господи, наконец-то человек, потому что ради чего я это всё учила-то? Кому я это всё расскажу? Вот ему я это всё расскажу». Ну, сейчас могу сказать, что, во-первых, там сделана прекрасная экспозиция, потому что она перед новой оборудованием стоит, и другое, что всё-таки какие-то вот эти усилия по рассказам Позырка, они как-то даются, потому что мы когда последний раз были, там было очень много людей. Раньше действительно каким-то образом вот это уникальное собрание почему-то оставалось в стороне, сейчас всё-таки туда люди идут, и это связано, по-видимому, с деятельностью музея, может быть, даже с какими-то социальными сетями, чтобы больше информации, больше каких-то расходов. Ну, тут видишь, основная проблема в том, что если это турист, если, например, он первый раз в Петербурге, то конечно ему не... Ну конечно, да. Если у него несколько часов, то понятно, что ему сложно попасть туда, но те, кто живёт в Петербурге, конечно, вы должны туда идти и смотреть. В Петербурге, в Москве, я знаю, что москвичи и другие города, которые не первые города. Нет, ну армитаж в этом плане бесконечен, потому что просто у нас ещё есть время? Конечно. Конечно. Ты мне сказал, что у тебя там время... Нет, нет, нет. Просто, например, даже есть такой у меня проект замечательный, сейчас идёт в Манеже, в центральном виставочном зале Манеж идёт выставка «Жизнь после жизни», и там выставлена моя работа, которая называется «Мрамор». Это серия отражения мраморных скульптур, соответственно, это античных римских в массе, потому что в стенах Нового Эрмитажа, которые тоже отделаны мрамором, полированным, и вот я снимал эти отражения, и это удивительно красивый проект, потому что выяснилось, что полированный камень работает как зеркало, но не идеальное зеркало, потому что, естественно, это полированный камень. Вот я снимал эти отражения, мрамор в мраморе, и они такие становятся тягучи, они деформируются, они плывут, это какой-то потусторонний мир целый, и целый проект из этого получился, а получился он совершенно случайно, просто у меня есть такая традиция, просто я выхожу и иду по Эрмитажу, как будто я первый раз, и глазею во все стороны и смотрю на всё, как будто первый раз. И вдруг, идя по залам Нового Эрмитажа, по первому этажу, где вот эти красные залы, зал Пантеры, римский дворик, зал Зевса, и вдруг вот этот увидел этот эффект и сделал целую историю. Она очень красивая, и вот это уже как бы второй раз, когда этот проект засвечивается, когда-то была выставка в музее «Старско-сельская коллекция», это тоже какое-то вот, понимаете, для фотографа очень важно найти цивилизацию, куда ещё не пришёл ни один фотограф, который её не снял. Многие едут за тысячи километров в какие-то джунгли, приезжают, а там уже тысяча фотографов сидит и щёлкает какое-то шоу, которое люди пляшут под камеры за какие-то деньги. А здесь как раз вот такие истории очень важны для фотографа – найти территорию, куда не ступала нога другого фотографа. Ну вот это не знаю, к чему я стал говорить, а к тому, что в общем, короче, в музей надо ходить, можно ходить много, и как-то главное – пошире раскройте глаза и много что увидеть, поэтому приходите. И из таких ещё мыслей по поводу сегодняшней встречи – если будут какие-то вопросы, было бы прекрасно встретиться и поговорить, что называется, ответить на вопросы, если так будет. Давайте так устроим, друзья мои, пишите ваши вопросы в комментариях под этим выпуском, на самом деле. Видите, Юрий Молотковец – очень контактный, очень позитивный человек, и наиболее интересное, если их, во-первых, скопится определённое количество, и мы выберем, и действительно, мы организуем ещё одну встречу, может быть, даже не вдвоём, а втроём, может, мы ещё какого-нибудь эксперта позовём. Да, позовём. Кстати, это будет тоже очень интересный эксперимент, на самом деле. У меня, кстати, бывшая своё время работала в иностранном отделе Эрмитажа, потом в Москву переехала, да. На повышение. Ещё и такие связи, да, есть у меня с Эрмитажем. Да. Ну, от себя хочу по традиции сказать, что если вы хотите в моей компании познать город Петерлург и не только, то, пожалуйста, ссылка на мою страницу ВКонтакте есть там. Если вас нет ВКонтакте, пишите мне на электронный адрес, я буду оповещать. Меня очень часто спрашивают, будут ли экскурсии такого-то года числа июля. Друзья мои, у меня такой график жизни, что я не могу планировать глубоко заранее. Я вывешиваю анонсы максимум за две недели, потому что иногда я не знаю, вот я через неделю буду в Питере или я уеду. К сожалению, вот июнь у меня практически полностью выпадает, хотя будут экскурсии, июля как бы будет. В июне я еду в город Берлин намечать новый маршрут. Мне уже многие пишут, если интересно вам в Берлине побывать в моей компании, пишите, мы планируем поехать туда в конце октября и в середине ноября. И точно так же по поводу Парижа, уже пять групп съездило, все счастливы, довольны. Если вам это интересно, пишите, я вам вышлю всю подробную информацию. Дорогие друзья, еще одна просьба к вам. Как вы знаете, возможно, скоро Нижнему Новгороду 800 лет, и по этому поводу на сайте Нижегородской администрации ведется голосование за лучшие проекты, посвященные этой дате. Среди них есть и проект Нижний с перцем. К сожалению, голосовать-то можно только через госуслуги, но если у вас есть такая возможность, то проголосуйте, пожалуйста, я вам буду очень признателен. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. Ну, а на этом все, оставляйте ваши комментарии и вопросы вот там. Увидимся, спасибо гостеприимной студии господина Гоблина. Пока.